Администрация президента. Тогда власть сделала вид, что бросила нам какую-то кость, какие-то поправки, переселение в своем районе и так далее. После этого она выдала эту кость за какое-то величайшее благодеяние, стала везде трубить через свои подконтрольные СМИ о том, что москвичи теперь чуть ли не в восторге от этой самой реновации, что они ее полностью поддерживают. Но можем ли мы с вами согласиться с этими бравурными рапортами? Я думаю, что очень яркий ответ на этот вопрос был получен в феврале этого года, когда партия «Единая Россия» попыталась устроить пиар из такого события заселения первого стартового дома, вот этой самой реновации. Однако вместо пиара у них получился позор, потому что из трех двадцати квартир в этом доме на Пятой Парковой, я туда приезжал и сам лично это все контролировал, только две квартиры получили очередники. Вот те самые из тех сотен тысяч, которые у нас стоят по 20-30 лет в очереди за жильем, а из жителей бараков, из жителей аварийного ветхого жилья не получил вообще никто в этом доме квартиры. И это при том, что дом строился именно для этих категорий населения, а не для какой ни реновации его три года назад заложили в финансирование из бюджета. Я считаю, что это очень символично. Реновация началась здесь с грабежа. Жилье, новые квартиры отняли у тех, кто реально по-настоящему нуждается в получении жилья. И передали их тем, кто, в общем-то, особенно ни в чем этом не нуждается, кто живет в крепких пятиэтажках. И вот, мне кажется, на этом примере можно продемонстрировать вот эту вот антисоциальную сущность той же личной политики в городе Москве, которая была положена в основу программы реновации. И эта антисоциальность во многом проявляется, не только в том, что я сейчас сказал. Мы знаем, что под реновацию сносят, например, прекрасный, недавно отремонтированный дом для реабилитации детей-инвалидов на 16-й парковой. Что под реновацию хотят застроить, переуплотнить дом-интернат тоже для детей-инвалидов в Токмаковом переулке. Мы знаем, что под реновацию сейчас, под застройку, под уничтожение идут общедоступные массовые стадионы в городе Москве. Например, такой стадион, как Красная Пресня на северо-востоке Москвы. А давайте возьмем экологию. Что будет у нас с экологией, если все это осуществится? Что значит строить в своем районе, как популистски обещал мэр Москвы Собянин? Это строить, значит, на месте тех последних клочков зелени, скверов, сквериков, деревьев, которые там еще остаются. Это значит уничтожать все это. То есть эта программа не только антисоциальная, но и антиэкологическая. А где еще будут строить? А там, где у нас в Москве осталась еще историческая застройка. Вот возьмите Басманный район. Там будут сносить здания 18 века. Так прямо и пишут. Под снос 18 век. Там будут сносить, застраивать древние церкви, церковь Вознесения, постройки Казакова. Будет застроено, ее не будет видно. То есть мы видим, что эта программа направлена еще против нашего прошлого. Она направлена против основ патриотизма, того здорового патриотизма, который необходим нашим гражданам и нашим детям. А не того показного, которое у нас льется с экранов телевизора. То есть эта программа является еще и антипатриотической. И мы знаем, что она является коррупционной. Потому что создается какой-то мутный фонд с неизвестными, куда там деньги тратятся, как всегда. А в том доме, где происходило вселение, где я сказал, половина квартир только идет под реновацию, а половину отдают чиновникам, прокурорам, там еще неизвестно кому. То есть программа коррупционная, давайте подытожим. Она антисоциальная, антиэкологическая, антипатриотическая. И она коррупционная. Эта программа человека ненавистническая. Она сформирована в интересах строительной мафии, которой на растерзание отдается город Москва. Поэтому мы с вами здесь сегодня собрались для того, чтобы сказать «нет» этой программе и предложить альтернативу. Эта альтернатива изложена в резолюции нашего митинга. Давайте еще раз ответим на вопрос. Нужна ли нам такая программа? Нет! А вот давайте ответим еще на один вопрос. Нужна ли нам такая власть, которая предложила нам, не предложила, а навязала, продавила эту программу? Нет! Так я призываю вас тогда не надеяться на то, что власть выполнит требования нашей резолюции. Вот эта власть, которая отдала Москву на поток разграбления. Я призываю вас к тому, чтобы сменить эту власть в сентябре этого года на выборах мэра Москвы. Я выдвигаю свою кандидатуру на эти выборы. И та резолюция, которую мы сегодня вам раздали, это будет моя программа по решению жилищных проблем Москвы. В реновации нуждаются не крепкие пятиэтажки, в реновации нуждается сама московская власть. Она должна уйти. Даешь реновацию власти! Даешь реновацию власти! Даешь реновацию власти! Спасибо! И я теперь слово предоставляю Кэрре Гугенбергену. Так, я буду кратко, но по листочку. Потому что я представляю тех жителей пятиэтажек, которые не согласны с той программой реновации, с той редакцией, которая...